Аппаратное совещание Это практически новый национальный проект. Направляются просто гигантские деньги, там несколько триллионов рублей на решение вот тех задач, о которых я только что сейчас говорил. Это первое. И второе. Отличительной особенностью госпрограммы будет являться инициативный характер заявляемых проектов. То есть, вот как мы с вами по местным инициативам, по народным инициативам работаем, есть активность населения, есть и результаты. Губернатор дал время до конца июня провести анализ всех программ поддержки сельских территорий, действующих в муниципальных образованиях. Уже в этом году будет создана вся необходимая база для внедрения новой государственной программы. На сегодняшний день мы промониторили наличие таких программ. И два муниципальных образования до сих пор не смогли нам показать эту программу и сказать о том, что там заложены деньги. Модернизация инфраструктуры, льготные ипотеки и кредиты для открытия предприятий, благоустройство зон отдыха и дорог в селах. Все это основные направления новой госпрограммы. Кроме того, губернатор заявил, что в скором времени в районах будут создаваться малоиндустриальные парки. Их откроют на территориях заброшенных ферм и предприятий в селах. Переходя к вопросам, которые касаются всех ульяновцев, губернатор отметил, что руководство региона намерено не допустить рост тарифов на коммунальные услуги. Они повышаются два раза в год, с 1 января и с 1 июля. Предлагаем с 1 июля 2019 года, ну вот такое слово подберем, заморозить и оставить на уровне второго полугодия 2018 года тарифы на электрическую энергию для населения, тарифы на услуги водоснабжения для Ульяновского городского водоканала, тарифы на тепловую энергию для филиала Ульяновский ПАУ Т+. Также предлагается снизить рост тарифов для Годиметровградского водоканала до 15%. Первоначально сумма должна была возрасти более чем на 20%. Если федеральный центр утвердит данные нормативы, то рост тарифов для большинства ульяновцев выйдет в июле нулевым. Следом за тарифами обсудили ситуацию с содержанием и ремонтом дворов. Порядка 65-70% охват советами квартирных домов, а вот эти там 35% их нет. Поэтому главная задача сейчас, которая на муниципальных образованиях, все-таки продолжит проведение этих собраний с целью формирования советов. И там, где они появляются, сразу инициатива у людей появляется. Но это далеко не единственная задача. Губернатор выступил с резкой критикой состояния дворов и детских площадок. Глава области на примере микрорайона Искра показал, что дела идут из рук вон плохо. Реально я хочу иметь некую такую коммунальную конституцию, которая позволит нам отрегулировать все вот эти забытые, прописанные федеральным, региональным законодательством вопросы для того, чтобы качественно содержать территорию. Мы дошли до маразма. Я еще раз говорю о том, что мы построили огромный город, а содержание все осталось с 19-20 века. Параллельно с этим обсудили вопрос прохождения летней оздоровительной кампании для детей и подростков. Она началась 1 июня. В течение всего лета в области будут работать более 2600 физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов. Все спортивные плоскостные сооружения будут работать именно в таком широком формате и с инструкторским составом. Я могу сказать, что в городе Ульяновске программа инструкторов ТОС в этом году заработает, где дворовые инструктора будут работать именно во дворах. То есть это тоже будет оплачиваться, финансироваться. Я думаю, что для детей всегда найдется время и во дворе. В заключении аппаратного совещания губернатор вновь вернулся к решению проблем простых ульяновцев. Сергей Морозов поручил заработать документ, согласно которому обращения граждан будут рассматриваться быстрее, а спрос чиновников будет более жестким. Это как раз поможет решить конкретные проблемы жителей области. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин